Закон еще не подписан и проходит все необходимые стадии утверждения и согласования. Перед разработчиками новых правил были поставлены следующие основные задачи. Не увеличить уровень страховой нагрузки на работодателей, то есть не допустить поднятия тарифов взносов в пенсионный фонд, также не увеличить нагрузку на федеральный бюджет, обеспечить минимальные гарантии пенсионного обеспечения граждан на уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера, а также повысить роль стажа при расчете пенсионных прав. По новым правилам расчета продолжительность стажа будет напрямую влиять на размер пенсии человека. По действующему закону на сегодняшний день, об этом уже все знают, размер пенсии в первую очередь зависит от суммы уплаченных взносов работодателям в пенсионную систему за гражданина. Но грядущая же реформа предполагает ввести прямую зависимость размера пенсии не только от заработной платы, но и от стажа. Если общий страховой стаж гражданина к дате назначения трудовой пенсии составит более 30 лет для женщин или более 35 лет для мужчин, то пенсия будет назначена ему в повышенном размере. За каждый год стажа с вышеположенного будут присваиваться дополнительные пенсионные коэффициенты. Кроме того, в стаж человека будут зачистываться и такие периоды, как срочная служба в армии, уход за ребенком. За эти нестраховые периоды тоже будут присваиваться особые пенсионные коэффициенты. Если сейчас учитывается в общей сложности 3 года ухода за детьми по 1,5 года за каждого ребенка, то есть уход за двумя детьми, то по новой формуле уже 4,5 года уход за тремя детьми по 1,5 года за каждого. Для расчета пенсии по новым правилам впервые вводится новое понятие – это годовые пенсионные коэффициенты. Эти коэффициенты будут рассчитываться и оценивать каждый год трудовой деятельности человека. Рассчитываться они будут следующим образом – как отношение заработка человека за определенный год к максимальной заработной плате, с которой в этот год работодателям удерживались страховые взносы. Таким образом, чем выше заработная плата, тем будут выше пенсионные коэффициенты. Еще одна особенность новых пенсионных правил – теперь выходить на пенсию позже, установленного законом срока, будет выгодно. То есть человек, имея право обратиться за назначением трудовой пенсии уже в принципе, принимает решение пока не обращаться с заявлением. И за эти периоды неполучения пенсии ему будут начисляться специальные премиальные пенсионные коэффициенты. Когда он примет решение подать заявление, ему при расчете будут применены эти премиальные коэффициенты. Все права нынешних пенсионеров будут сохранены в полном объеме. Никакого уменьшения пенсии, когда будут введены новые правила, не произойдет. Ну и еще одна, на мой взгляд, важная особенность грядущих изменений. Начиная с 2025 года, минимальный общий стаж для получения пенсии достигнет уже 15 лет. То есть на сегодняшний день для права на назначение трудовой пенсии необходимо 5 лет страхового стажа. И этого достаточно. То теперь у нас в течение 10 лет ежегодно на один год это требование будет повышаться. И в результате, начиная с 2025 года, на выплату трудовой пенсии смогут рассчитывать лишь те, кто отработал минимум 15 лет. Те лица, которые отработали меньше, они, несомненно, будут иметь право, но уже на социальную пенсию, там размеры будут другие. И на 5 лет позже. То есть женщина будет иметь право в 60 лет, право на социальную пенсию, мужчина в 65 лет. В помощь тем, кто хотел бы рассчитать размер своей будущей пенсии, разработан пенсионный калькулятор. Условный размер своей будущей пенсии каждый желающий может рассчитать в ценах 2013 года. Калькулятор доступен на главных страницах сайтов пенсионного фонда. Новая формула расчета пенсии не затрагивает действующих пенсионеров. Граждан предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию осталось менее трех лет, а также таких категорий россиян, как инвалиды, нетрудоспособные граждане и те, кто потерял кормильца. Она не коснется также военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, индивидуальных предпринимателей, работников вредных и опасных производств, имеющих право на досрочную пенсию.